Всем привет! А вот туканчик пришел к нам в номер. Ну не в номер, а на наш балкончик. Ну такие прикольные животные. Интересно, видео уже видели, как он круассан стащил? Самое обидное, у него изо рта выпал и ворона его подобрала. Как прям в басне про сыр. И вот, говорят, держать балкон закрытым. Мы закрываем на ключ, потому что могут зайти к вам в гости друзья, точнее, не очень бабуины. Сейчас, кстати, пойдем, будем вам показывать территорию отеля. Тукан уже там прячется. Тряпочка висит, вытирали чемодан. А вот наш балкончик. Помните, мы боялись, что зальет? Но немного, да. Но смотрите, если здесь заливает, то, в принципе, как вариант, оно все как раз под полу просочится. У нас тут бассейн. А сегодня дождь был, ого-го. Может, там маленькое видео я запостила. То проснулись, испугались, грюкнуло так, что эта вот крыша ходила ходуном просто. И там ливень был такой нон-стоп, короче. Ну вот, смотрите, удобные такие номера. Мазанки, хатынки. Люди возле бассейна лежат, отдыхают после сафари. Тукан приходил. Говорят, закрывать балкон, потому что обезьяны бабуины. Мы еще не видели пока бабуинов. Наверное, где-то, и слава богу. Сейчас разберемся немножко. С бабуинами? Вот. С бабуинами, да. У меня вето здесь? Нет? Наташ, тебя тебя видно. Так что, когда мы в тонике, нужно закрывать шторки. А я, да. Ой, блин, ударилась. Ой, все падение. И бабуин даже не напал. Наташа сама ударилась. А? Что там? Убеги. От кого убежать-то? Ну ладно, пока не. А? Сейчас убежи. А, хотела меня наколоть, ясно. В общем, Наташа такой, друг хороший товарищ. Ну, пойдем по территории цели попозже погуляем. Может бабуинов и увидим. А вон рецепция, да, вот видна. То есть нам так. Ну вот, наверное, рецепция такого цвета. И ресторан. У нас еще нормальный номер, седьмой. А есть там домики вообще куда-то идти. Ну, допустим, вот так же обходить. Ну, тоже стрёмно. Хотя территория отеля сказочная. Вот тут уже саванна начинается. Вот. Саванна. Дорожка к нам. Территория отеля. Дорожка туда саванна. Спокойненько все животные заходят. И наслаждаются людьми. Они такие, о, люди в отеле. Прикольно. Ну, территория сказочная. Вообще тут так дышится. Это я вам, надеюсь, хоть немножко в камеру передается. Но уж с нами. Конечно, вы с нами, я знаю. Ну, что, друзья, выходим прогуляться, показать вам территорию отеля. Только вот было солнечно, мы намазались и уже тучи снова. Непонятно. Наталка оделась. Адекватно, да? У меня вообще адекватно. Я в носочках. На чем? Ну, что-то укусит. Как говорится, сандалики. И носочки пишутся раздельно и носятся раздельно. Ну, я ношу их вместе. Сейчас уже лет 20. Мне тепло, хорошо. Все, тогда мы идем с вами вот вперед, то есть уходим. Рецепция осталась за нами. Слева, повторюсь, саванна. Голая, открытая. Стоп. Кто там? Вот то вот. Что это, птицы? Это птички вот эти. А это не вот эти, которые? Да, это они. Куропаточки. Куропаточки. Такие странные птицы, они постоянно лезут под колеса машины и так быстро убегают, что даже их нельзя зафиксировать на видео. Ну, вот их в саванне очень много, кстати. Так, ну, идемте с вами вперед. Слева отель, территория отеля, домики. И что нас ждет впереди, нас с вами не знает никто. Ну, знаете, так вот классно, приятно идти. Зелена. Правда, мошки в рот летят. Свежий запах. Ох, а какие горы. Давайте просто вид посмотрим. Вот эти горы прямо это. Ну, да, очень красиво, зелено. Вот горы сами зеленые, не лысые. Чудово классно. И звук, звук, слышите? Как птички. Вот это словно. Вот эти колючки. Это вот то, что мы вам показали в сафари, не пушка вырывали. А как они это могут? Вот это шел. Так, знаете, как спичка твердая такое. Я не представляю, в этих же иголках влага. А, они, наверное, едят и пьют заодно, да? Там же, а чего же это? Очки покажи, Наталка. Хорошие очки, да? Прикольно. Я себе оставила, возьму их на океан. А мне очень нравится. А, для тех, для путешествий уже. Тунфорда оставлю. О, тукан снова прыгает. Ой, они такие потешные. Ну, мы с вами уже видео посмотрели про тукана. И как он круассан тащил. И к нам привезли. Да, на балконе только что я вам показала. Ты, 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 ты. Сыплю. Он косолапый такой. Туканчик. А есть еще большие. Он как какой-то затейник, такой прикольный хулиган, который подкрадывается. Ага. А что там делает? Это он кушает сейчас. Пойдемте. Да, идемте ж, показываем вам территорию. Птиц много очень. Тут еще и было указано, что в сафари, что вы просто увидите много видов разных птиц. Но не обманули. Честно, на сафари бы хотелось бы уже увидеть какого-то леопарда или читаха. Ну, попу льва увидели. О, туканчик, а ну расскажи, где тут кошачьи? И сейчас гена такая выходит. Что, хотели? Да нету гены. А, хотя нет, где мы нахожу. Ой, там их двое. Да, да, выиграются вообще травки. О, хорошо, тут местные жители есть, поэтому не так страшно. То есть, если что, он нас отобьет, да? А я так думаю, тут даже больше сопровождений нет. Ящерки, ну тут вообще ящерек очень много. А вон, смотри. На бревнишке. Прямо смотри, да? Если бы ты не обратила внимание, то не заметила. Трясывай камеру из козьи очки. Угу, угу. Вот это уровень. Какая-то мысль. Знаешь, это местные им вообще. Ну, не охрана, а мыс охрана. Так вчера, кстати, мы... Ну, больше животное наполняем. Этот момент мы не засняли. Мы едем на сафари. Идет парень. Такой масай. Ну, на самом деле, эти масаи называются здесь самбуру. Эти кузины масаи. Идет себе спокойно с каким-то буйволом в саванне. Ну ладно, там Питер выскочил, потому что ему приспичило. Он просто идет, мы говорим, а он чего? Ну, они не боятся, как бы они, наверное, как мауглии живут в природе, не вопрос. Труселя были, как этот. Смотри, какой этот. Ой, это крабик. Это не крабик, это паучок. Ну, как крабик. Да, как крабик. О, хорошо, что мы не наступили. Парень такой, что они нашли. То есть, так понимаю, территорию Толя можно обогнуть. Они работают, я думаю, не надо. Белка? Да, и, бачишь, это не хочется идти. Ну, понимал, по зелени, или пойдем? Ну, пойдем-ка. А, ну, пойдем. Мы аккуратно и раскидывать не будем. Как это? Можно бесконечно смотреть на три вещи, да? Горящий огонь, воду и как другие люди работают. Особенно, когда ты в отпуске. Кайфово. Кстати, у меня насморк немного. Вчера вообще температура была. Ну, мы приехали экватор. Меня схватила головная боль. Одну таблетку выпила, потом вторую. И в конце у меня дня вообще температура была 37,2. Я два панадола выпила, и вроде уже как огурчик. Нормально. Что интересно? У нас действительно это? Не знаю. Ну, может, совпадение. Может, просто я не спала. Не знаю. Смотри, мы на севере страны. Мы же такие думали, боже, тут так холодно. На север. В амбасеале. Помните, как было холодно? Ну, ночью, кстати, я впереди... Боже мой. Опять. Вот сидит. Вот сидит. Можешь на тебя наступить, красотка. Не, она убежит, но я испугалась. У меня камера от нее в 10 сантиметрах. Ленивая какая. Ну, ладно. Толстенькая, ленивая. Кстати, вот так, наверное, огибаешь, огибаешь и полностью ты обходишь в отель. Да, ну, таким полумесяцем сделано. Да, ну, гулять здесь одно удовольствие. Это класс. Ну, как-то чувствую себя, в принципе, в безопасности. Хотя я понимаю, что там саванна. Ну, слушай, это вообще удивление. Ну, да, вот на таких, кстати, деревьях леопардики любят. Леопардики же вверху живут на деревьях. Любят лежать, хвост, весить. Тяжело их увидеть. А чатахи, они, леопарды, внизу живут. Или вы внизу. Ну, классно сделала. Домики такие. Ну, честно, сегодня, когда левануло, просто мы вскочили. Я уже это видео, по-моему, выложила. Это просто был стрём какой-то. Мы думали, что у нас несет дом, что зальет все. Видите, я же еще раз снова покажу этот бассейн, да, как бы получается. Балкончик, он как бассейн. То есть, из-за все зальется, он выход куда будет? Только в комнату, в дверь. А у нас там щель под дверью. Ну, вот и... Вот мы и испугались. Я думаю, что здесь... Я извиняюсь. Это же какаха слона. Она большая, смотрите, вот. Моя нога и какаха такая. Ну, я не знаю, если здесь был слон, то... Ах, кто? Ну, ах, кто? Принесли специально. Ну, не я. Для декора принесли? Ну, может, для декора, для аромата. Ну, вот саванна, вот, вот. Мы в саванне. То есть, вот дикая природа. Сейчас где-то выйдет гиена. В принципе, буду благодарна, сделаю видео. А если голодный леопард, ну, так себе. А вчера же гиена. Ге-е-е-е-е! Да, что такая, что за звуки такие? Так она у нас и ночью нам квакала под дверьми. так что идем гуляем и что-то найдем включимся ну а только выключила камеру сразу включили уже дорожка заканчивается наташа такая все до 30 домиков то есть а там дальше уходишь саванна почему-то уверена была что это круг потому что вот видите сейчас вон же дома еще точнее бунгалки то есть не поняла мы вышли в саванну мне переходить не хочется потому что всякие колючки и всякие животные могут быть ну и конечно змеи же здесь тут змеи могут и сюда заползти да поэтому ну давайте горы покажем класс все окружено горами красиво не знаю говорили бабуины бабуины слава богу их нету придут ну ладно тогда сейчас дойдем до рецепции и пойдем в другую сторону бассейн показать надо кстати подходим бассейны уже вон рецепция рестораны бассейн люди загорают то маленькие воды то кстати нету здесь ну здесь маленького это душ а вот в этом маленьком воды нету кстати ну как есть кока 20 сантиметров здесь вот есть кстати сейчас обойдем очень растение красивое уже вижу вам покажу сейчас точно стать очень много людей сейчас было все те кто завтракал с нами уже здесь сидел но мы пошли домой а сейчас вот решили выйти ох какой сумма красивые яркие дайте ка я вам так обойду как свечки как каштаны в киеве когда начинается цвести по моции ну поматься и понюхай мозаика рыбки да мы идем мухи постоянно на нас сидят постоянно в рот лезут я не могу понять зачем так идешь камера идешь раз и в бассейне жанну вот конечно они закрыты но неж голову поднять не судьба ну вот снова мы ой боже на загорает это просто это что-то класс было а вот маленькая яркая вот ухожу здесь такая просто расплассанная ярче лице было а тут наверно их много греется но не вижу пока так прервались саванна снова гнезда птичьи веселые кайф смотрите оп забора нет привет вообще не боится и за и такой бы бы им такой наташа привет саванну прямо это вам прям саванну хочешь шезлонг переставить хотелось искать что не советы на шезлонг и лежак красиво красиво смотрите об а здесь конечно день и покайфовать просто тоже хорошо полотенце уже дали лежать и смотреть в салану это кайф нужно припекать а солнышко да это себе знать африканское солнце но мы трошки намазали это мне нравится эти гнезда вообще на этом деле друзья наши продолжим территории отеля оттуда мы пришли там наш домик все вот room комнаты 31-60 давайте туда пройдемся с вами кстати здесь так побольше заросли по крайней мере деревьев скрючку на все больше кусты и пониже наверное здесь серия туристов которые иногда много народу хотя не знаю там люди тоже где-то были мы видели когда кушали там были люди я сама иду так и вон наша маршруточка стоит скоро пойдем на сафари вот там написано вообще выход здесь наверно для персонала вход мы с вами пойдем пройдемся но тут как-то вообще совсем растительность как-то зафигурилась так и гляди кто-то она нас может выскочить но опять таки если я уже это видео смонтировала и вы его смотрите значит все у нас хорошо такого тут эти ничего так наташи на рецепции там вайфай ловит поскольку электричество в отеле нету оба которые слышали не поняла смысле днем в отеле электричества нету это на слово язычество он так кричит там реально бурой только шоу еще за фигня мель у меня глюки гурик слышали ну мы все он туда прям все правильно вот белочка сидит на дороге сразу видно не так то как бы она так вдвоем то она лучше но наташа хочет отправить своим родным и близким по интерту шанов порядке мы этот же бабуины должны еще быть капец народ ну короче ставьте лайки но в этот рев слышали да я зашла в какие-то дебри тут савана короче сама гуляю по саванне не стрёмно честно стрёмно 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 а то вы еще идти за что ну рык был да рык был фу вон мужики слава тебе господи мужики видно свете какие горы давайте хоть вам покажу горы саванну мухи жужжат мне прямо в ухо блин а рык как ну там наверно был очень не ронгутан кто там да нас пугали бабуи не придут час слава богу работники отеля есть мы дошли ниташа сказала что за мной пойдет я и не верю фух оу а тут оу ребята сори ау you're walking here окей ладно ребят thank you не буду идти дальше ну не не потому что я там боюсь я как бы а вот уже за мной охранник идет привет hi is it some lion here такой куда ты девочка моя вперед is dangerous нет нет а что пришел за мной такой не не веже с дубинкой за мной пошел сразу такой да ну да ну много кустов И я думаю, что я слышал, что здесь есть бабуин. Я не думаю, что это влево. Нет, я слышал. Может. Так бабуины нормальные. Ты же меня выручишь. Охранник за мной пришел с дубинкой. Сказал, что... Ничего не сказал. Короче, вы все видели. Потому что он пришел, меня сейчас сопровождает. Только свидетельствует о том, что здесь опасно. Мы с вами прошлись. Не до конца, конечно. Зданий. Но так нормально прогулялись. Но вообще, наверное, не стоит этого делать. Помните, мы с вами так и не попали тогда на точку горы Килиманджаро. Ну, чтобы посмотреть гору Килиманджаро. Потому что бабуины закрыли нам дорогу. А белка нормально. Не, ну рык я слышала. Я как бы, ну... Не то, что там хочу нагнетать ситуацию. Что-то было. Но охранник сразу с дубинкой. Тык-тык-тык, сразу пришел. Молодец. А Наташи не видно. Наташа говорит, иди, я тебя догоню. Вот так вот. Ну, ничего. В общем, в целом, такая территория отеля. Классная, немножко опасная. Ну, так, наверное, и должно быть, если ты в Саванне, в Кении. Немножко экстремального. Ну, вот. Территория классная. Все. Охраннику и нам лайк. Всем спасибо. И не переключайтесь. Скоро будут другие видео. До свидания.